ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штраф для водителей за нарушение на железнодорожном переезде подняли в пять раз с одной тысячи до пяти тысяч рублей. Соответствующие поправки в окончательном чтении одобрила Госдума. При этом отмечается, что нарушители не получат возможность погасить взыскание с 50% скидкой. ТРАССА СТО ОДИН Выпускники автошкол в нашей стране все хуже и хуже сдают экзамены. Процент прошедших испытания с первого раза сокращается. Так, по данным ГИБДД, в прошлом году теорию с первой попытки сдали только 38% кандидатов в водители. Годом ранее было почти 40%. С вождением в городских условиях вообще труба неуд. На первом испытании получаются более двух-третьих выпускников. ТРАССА СТО ОДИН Хавейл вскоре начнет в России продажи еще одного кроссовера. Модель получила название Джолайн – Радостный Лев. Интересно, что в Китае ее именуют не иначе, как Фёст Лав – Первая Любовь. Длина автомобиля составит 4,5 метра, размер колесной базы – 2,70. Двигатель бензиновый, полуторалитровый, мощностью – 143 лошадиные силы. Трансмиссия – шестиступенчатая механика, либо семидиапазонный робот с двумя сцеплениями. Стоимость новинки пока неизвестна. Добавлю, что за самый доступный Хавейл – кроссовер F7. Сейчас надо выложить минимум 1 миллион 340 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Три четверти российских автовладельцев что-либо меняют в автомобиле сразу после его покупки. Опрос провел сервис Авторум. Самой распространенной манипуляцией стала замена шин или дисков, либо того и другого. На втором месте – тонировка стекол, установка новой или замена старой магнитолы, шумоизоляция. Также многие предпочитают сделать антикоррозийную обработку и нанести защитную пленку. ТРАССА СТО ОДИН У пандемии коронавируса есть еще одно опасное последствие, о котором пока мало говорят. Связанное с ней запреты еще больше сблизили людей с их гаджетами. Общение в мессенджерах, видеозвонки и так далее. А все это противопоказано за рулем. Несмотря на это, почти две трети американских водителей признали, что проверяют свои смартфоны во время движения. Это больше, чем в предыдущие годы. Немало и тех, кто не просто проверяет мобильное устройство, но и активно им пользуется. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова